Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачао-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Насколько готовы органы государственной власти, местному самоуправлению, правоохранительных структур к обеспечению безопасности в период проведения выборов президента России? Поисковые работы, проводимые представителем других регионов на территории Карачао-Черкесии, должны быть под контролем и не неносить вред к культурному и историческому наследию республики. Бесценный фонд культуры народов Карачао-Черкесии, который на протяжении многих лет собирал телеканал «Девятая волна», именуемый сегодня ACB TV, передан нашему телеканалу. Боксеры из СКФО и ЮФО, а также Абхазии, приехали в Черкесск на первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу. Сегодня под председательством главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в республике. В нем принял участие представитель аппарата национального антитеррористического комитета Михаил Качалин. Собравшиеся рассмотрели вопросы готовности органов государственной власти, местного самоуправления, также правоохранительных структур к обеспечению безопасности в период проведения выборов президента России. Также подвели итоги работы АТК и оперативного штаба за 2017 год. Главный результат эффективной и качественной работы членов АТК – недопущение в республике диверсионно-террористических актов, а также стабильная и спокойная общественно-политическая ситуация. Со стороны руководства НАК России была дана позитивная оценка практики проведения в республике выездных заседаний антитеррористической комиссии в городах и районах, что позволяет адресно и оперативно снимать возникающие вопросы. По мнению Рашида Тимрезова, все резервы для повышения эффективности совместной работы в республике есть. И рекомендации НАК России по обеспечению безопасности граждан будут учтены. Сегодня скорбная дата в истории Карачао-Черкесии – день памяти жертв политических репрессий против казачества. Казакам свое обращение адресует глава республики Рашид Тимрезов. Ежегодно в этот день общественность республики склоняет головы перед светлой памятью казаков, впавших в жерноварь репрессий XX века. Хочу пожелать, чтобы впредь ни один народ не испытал подобно трагедии и скорби. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Баталпашинский отдел Кубанского казачьего войска выполняет свои задачи и, что особенно важно, вносит немалый вклад в укрепление межнационального согласия между народами Карачао-Черкесии. Народный фронт и сводный поисковый отряд «Поиск» в последнее время беспокоят состояние работ, проводимых поисковиками из других регионов страны без согласования работающих на территории Карачао-Черкесии. Нередко такие группы своими действиями наносят большой вред культурному и историческому наследию республики. Эта проблема стала главной темой обсуждения участниками сегодняшнего круглого стола на базе УНФ России Карачао-Черкесии. Мадина Каракетова продолжит. Горы и ущелья Карачао-Черкесии хранят еще много бесценных тайн, относящихся к истории и культуре проживающих здесь народов. Отряд «Поиск», которым руководит Зоя Псхо, занимается поиском солдат, пропавших без вести и погибших в горах и льдах в Великую Отечественную войну. Но все чаще она сталкивается с тем, что так называемые коллеги из других регионов проводят на территории Карачао-Черкесии поисковые работы, ни с кем не согласовав и, соответственно, также уезжают, не ставя местные поисковые организации в известность об итогах своей деятельности. При этом неизвестно, имеет ли вообще та или иная пребывающая извне группа право на такую деятельность. Когда мы едем на другую территорию, например, вот мы едем в Смоленскую область, в Краснодарский край, попробуй там без разрешения что-нибудь делать. Тебя вообще не допустят к работе. И попробуй хоть маленькую пулечку вывезти. ФСБ тут же остановит и сразу. У нас почему-то этого нет. И о том, что какие-то организации работают на перевале главного Кавказа и Хребета, узнаю уже за этим числом. Между тем, закон гласит о необходимости информировать о предстоящих поисковых работах территориальный орган МВД, согласовать с ним порядок взаимодействия по вопросам безопасности граждан. А деятельность организации, не имеющая правоустанавливающих документов и другой необходимой документации, должна быть ограничена на данной территории. По словам сопредседателя регионального отделения ОНФ Геннадия Жданова, организации из других регионов своей деятельностью зачастую приносят больше вреда, чем пользы. Это, в частности, касается памятников на перевалах главного Кавказского хребтооборонной тропе, на которой эти памятники были поставлены в середине прошлого века. И зачастую выигрывают гранты посторонние представители других регионов. Не согласовав ни с кем, приезжают сюда, вывозят исторические находки, ископаемости, артефакты своего рода, наследие войны и прочее. И также проводят, украсят непонятный свет. Участники совещания внесли предложение создать межведомственную группу с участием представителей по грануправлению МВД, управления по охране памятников и других организаций, которая бы контролировала процесс согласования предстоящих поисковых работ в Карачаево-Черкесии. «Если, например, поступает заявка от поисковиков другого региона, частности, Апселинграда или Краснодара, прежде чем они сюда приедут и будут допущены для работ на перевалах Кавказского хребта или в горах, где шли бои, чтобы прошли согласование, чтобы этот план, что они хотят делать. И по результатам работы, чтобы они опять тоже, я не хочу сказать, чтобы их обыскивали или как-то, может что-то грубо звучит, но в то же время посмотрели, что они там собрали, куда они вывозят, имеет ли это, может это действительно должно остаться на территории Карачаево-Черкесской республики». Участники «Круглого стола» предложили изучить опыты других регионов, сумевших положительно решить эту проблему. Также договорились обратиться ко всем заинтересованным организациям, министерствам и ведомствам, к общественникам с просьбой направить в отделение ОНФ по Карачаево-Черкесии свои предложения. Участники совещания уверены, что необходим региональный законодательный акт, который бы регламентировал деятельность поисковых отрядов в Карачаево-Черкесии. Мадина Каракетова, Аслан Баташев, Вести Карачаево-Черкесия. В республике Дан старт месячнику спортивной и оборонно-массовой работы. Торжественное открытие прошло в Центре военно-патриотического воспитания Черкеска. Кроме специалистов, отдела образования учителей школ Черкеска в нем участвовали представители общественных организаций. В ходе месячника планируют провести различные спортивные соревнования, турниры, а также семинары социального волонтерства, теории и практика. Кроме традиционного осмотра конкурса музеев будет проведен новый конкурс «История от нового экспоната». Большинство мероприятий будет посвящено таким выдающимся нашим землякам, как Дагерби Узденов, Ума Архабеков и другим, говорили на открытии. Я желаю, что в месячник этот у нас настолько все вы подключитесь и всегда очень добросовестно, с большим вкладом душевным относитесь к тому, что мы проводим в этот великий месячник. И пусть он продолжается. Чем дальше, тем, чтобы дети наши помнили о том, кто их отцы, деды, прадеды, бабушки и прабабушки и доносили в свои семьи, в будущие свои семьи. В состязании стойкости и мастерства накануне вечером в спорткомплексе «Купол» из Черкеска состоялось торжественное открытие первенства Российского Студенческого спортивного союза по боксу. Посмотреть на спортивную подготовку спортсмена приехал и президент Федерации бокса студентов России Нурла Сатаров. В турнире принимают участие около ста молодых боксеров из СКФО ЮФО, а также Абхазии. Подробнее Альхан Лепшоков. Спорт сильных и отважных. Первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу в Карачаево-Черкесии проходит впервые. В «Купол» собрались самые лучшие молодые боксеры, которые готовы биться, чтобы занять высокую ступеньку пьедестала. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова участников соревнований поприветствовал заместитель председателя правительства республики Мурат Озов. Он подчеркнул, что данный турнир даст возможность молодым бойцам показать свою техническую подготовку и непоколебимую волю к победе. Я думаю, что эти соревнования для многих из вас являются этапом подготовки и к первенству России. Я надеюсь, что сегодняшних участников мы увидим и в будущем, и на мировых первенствах. И пожелаю вам всем, чтобы было побольше побед. Побед не только на ринге, побед в жизни. В свою очередь президент Федерации бокса студентов России Нурула Сатаров отметил, что подобные турниры способствуют формированию дружеских отношений между регионами. И на этих соревнованиях одержит победу тот, кто силен не только телом, но и духом. Пусть эти соревнования будут началом ваших новых побед, чтобы вы все стали не только участниками Олимпийских игр и чемпионами мира, но стали победителями Олимпийских игр. Пользуясь случаем всех вас, приглашаем на чемпионат мира, который стоит у нас в России 1 сентября в городе Листа. Удачи вам на этих соревнованиях. Резкие прямые удары с железными кулаками. Тут каждый боксер старается выложиться на все 100%, чтобы одержать победу над соперником. Спортсмены отмечают, что каждый из них серьезно подготовился. Так как только сильнейший станет чемпионом первенства. Финальные бои пройдут 27 января. В тот же день пройдет торжественная церемония награждения победителей. Спортсмены, ставшие победителем спортивного турнира, получат путевки на участие в первенстве России по боксу среди юниоров. Алих Алипшоков, Ахмад Чотчаев, Алибек Ешеров. Вести Карачаева, Черкесия. 25-летие нашей телерадиокомпании мы получили от коллег бесценный подарок. Телеканал ACB TV передал нам музыкальный фонд народов Карачаева, Черкесии. Подробнее об этом подарке Руслан Куркмазов. Телеканал ACB TV получил такое международное название после ребрендинга. Народы Карачаева, Черкесии знают это телевидение как нашу родную девятую волну, где круглосуточно поют любимые артисты на родных языках. Директор телеканала Рожа Пунсаев пригласил директора ГТРК Карачаева, Черкесии Светлану Казиеву показать всю кухню ACB TV и сделал подарок телеканалу «Россия-1». Обновлённая девятая волна стала музыкально-спортивным телеканалом. Теперь к аудитории любителей этнической музыки прибавились армия поклонников смешанных единоборств. Здесь у нас комментаторская во время спортивных событий трансляции от комментаторов и гостей. В прямом эфире с Черкеска ведутся спортивные трансляции на международную аудиторию. Мы, жители Карачаева, Черкесии, гордимся, что из маленькой республики через шесть спутников, 140 кабельных сетей, более ста телебашен, в ютубе и социальных сетях идёт вещание культуры и спорта народов Северного Кавказа. Нагайский, черкесский, абазинский, казачий и карачаевский песен, слышанный не только на Северном Кавказе, но и уже в Закавказе, Казахстане и Европе. На протяжении многих лет этот телеканал собирал бесценный фонд культуры наших народов. И теперь этот фонд будет и в распоряжении телеканала «Россия-1» в Карачаево-Черкесии. Здесь мы собрали как раз клипы, песни всех местных исполнителей народов Карачаево-Черкесии. И хотим в дар вам в честь 25-летия ГТРК Карачаево-Черкесии передать эти песни, чтобы вы могли показывать побольше культуру народов Карачаево-Черкесии. Если вы сможете больше до каждого аула, до каждого далекого уголка республики довести и показывать. Рожаб, это потрясающий, великодушный подарок с вашей стороны. Я думаю, наши зрители сполна оценят. Мы будем крутить эти песни, вспоминать о вас. Спасибо вам большое. «Россия-1» Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Такой была «Среда» в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Приятного просмотра и ждите вестей. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.